Здравствуйте! Это «Космическая среда», где каждую неделю мы делимся с вами новостями отечественной космонавтики. На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-20». Блоки ракеты-носителя «Союз-2.1а» выгрузили, и сейчас они находятся в режиме хранения. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» планируется 3 июня со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. А уже 18 марта на МКС полетит пилотируемый корабль «Союз МС-21». В ЦПК основной и дублирующий экипажа 67-й экспедиции работали с тренажерами российского сегмента МКС. Тренировка была максимально приближена к реальности. При отработке аварийной ситуации разгерметизации экипаж работал с аварийным оборудованием, бортовой документацией и люками. После этого была не менее сложная задача — моделирование выброса аммиака в атмосферу станции. Аварийные маски, противогазы, фильтр для очистки атмосферы — все это пригодилось во время тренировки. Также экипаж отработал расстыковку от станции и спуск на землю в случае, если очищение атмосферы было бы невозможным. «Все живы?» «Конечно, все живы. Для этого все и делается, чтобы были все живы. И все ошибки лучше здесь делать, на земле». Но пока экипаж Олега Артемьева тренируется перед своим полетом, на российском сегменте МКС планируют установить уникальный гиперспектрометр. Такая аппаратура нужна для дистанционного зондирования Земли. Космическая гиперспектральная съемка применяется в экологии, сельском, лесном и водном хозяйствах и для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Российский сегмент МКС позволяет отработать гиперспектральную аппаратуру для последующего использования в спутниках наблюдения Земли. Кстати, если вы студент, мечтаете разрабатывать и запускать космические аппараты, у вас есть такая возможность. Вместе с МГУ Роскосмос проводит чемпионат России и арабские страны «Перспективы и вызовы космического сотрудничества». Участникам предлагают побыть в роли экспертов. Нужно оценить перспективы российского сотрудничества с арабскими странами в космической сфере и предложить действия для расширения сотрудничества. Команда «Победитель» получает стажировку в госкорпорации «Роскосмос». В конкурсе несколько этапов. Узнать все подробности и оставить заявку можно по ссылке, которую мы оставили в описании или обратившись в Корпоративную академию Роскосмоса. Регистрация открыта до 13 февраля. Генеральный конструктор КБ «Салют» имени Мясищева Сергей Кузнецов рассказал о создании макета-ракета-носителя «Ангара-А-5М», который предназначен для проведения испытаний на космодроме «Восточный». По его словам, в центре имени Хруничева создают специальный электрозаправочный макет-ракеты, чтобы отработать инфраструктуру и избежать рисков повреждения настоящей ракеты. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции, сборку пакета-ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний. Макет будут использовать для отработки новых пилотируемых кораблей, которые планируется запускать с «Восточного». Мир продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Роскосмос в этой борьбе в стороне не остался. С начала 2020 года предприятия госкорпорации произвели более 40 тысяч тонн кислорода для медицинских учреждений с целью борьбы с COVID-19. Из них 37 тысяч тонн уже поставлены организациям, которым нужен кислород. Ну и в завершении выпуска хочу поделиться с вами новой фотографией с Марса. Этот снимок кратера диаметром 6 километров на северных равнинах Марса был сделан в рамках совместной российско-европейской миссии «Экзомарс-2016» марсианским вечером, когда половина кратера находилась в тени. На фото видны лучевидные рисунки, которые расходятся от кратера. Все это образовалось из-за удара, который выбросил огромные объемы породы из центральной части. Орбитальный аппарат TraceGas Orbiter, сделавший снимок, прибыл на орбиту вокруг Марса в 2016 году. Космический аппарат также анализирует атмосферные газы планеты и составляет карты поверхности в поисках мест, где может быть вода. Он также обеспечит ретрансляцию, данных для миссии «Экзомарс-2022». Это все новости к этой среде, но на следующей неделе мы продолжим также в новом, как вы наверняка заметили, формате. Мы видим ваши комментарии и благодарим за обратную связь. А еще предлагаем поучаствовать в мозговом штурме. Пишите в комментариях, какие еще новости и форматы вы хотели бы увидеть в новой космической среде. И, может быть, именно вашу идею мы воплотим у нас в студии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok